Дорогие друзья, братья и сестры, я подвергаюсь сейчас очень сильному искушению тому, которое случилось с одним братом, начинающим проповедником той местности, откуда я приехал. Он впервые вышел на кафедру, это было в большой церкви, посмотрел в зал и потом произнес фразу, а людей, как бутылочек в аптеке. Развернулся и ушел с кафедры, он больше ничего другого не мог сказать. И это мой дебют на таком большом конгрессе молодежном и прошу у Бога сил и вдохновения и надеюсь на ваше понимание и внимание. Друзья, я прочитаю текст, который записан в послании к Колосинам, 4 глава, стих 2. Послание к Колосинам, 4 глава, стих 2. Апостол призывает нас. Это требование, это и призыв. И это больше, чем призыв. Будьте постоянны в молитве. Бодрствуем не из благодарения. Я не буду сегодня говорить или акцентировать внимание на бодрствовании, хотя, наверное, это нужно. Сегодня утром, во время проповеди, проповедь была достаточно громкой, достаточно эмоциональной, и камеры, которые по всему залу, они выхватывали периодически лица некоторых слушателей. И некоторые лица с закрытыми глазами одобряли все то, что говорил проповедник. Некоторые даже с закрытыми глазами кивали и говорили истину, говоришь, брат. Именно так, как и ты сказал, так оно и есть. Друзья дорогие, те, что сзади меня, бодрствуйте. И те, что спереди меня, тоже бодрствуйте. Друзья, я хочу говорить сегодня о постоянке в молитве. Друзья, почему-то очень много об этом сказано в Библии. Почему-то об этом говорил Иисус Христос. Он привел притчу в 18 главе Евангелия от Луки, где говорит в самый первый стих «Должно всегда молиться и не унывать». В 11 главе Евангелия от Луки рассказана история, как один человек пришел за хлебом к своему другу по той причине, что другой друг пришел и нужно было принять его, угостить чем-то. И Христос сказал, что он одобрил настойчивость этого человека. Он сказал, если просто он сам по доброте своей не встанет, то по неоттутности он обязательно встанет и даст то, что этот человек просит. В послании к римлянам в 12 главе написано то же самое. Будьте постоянны в молитве. Постоянны в молитве. Друзья мои, почему так важно постоянство? Я вижу первую причину, почему важно постоянство. Потому что постоянство говорит о том, что тебе нужен Бог. «Тебе нужен, очень, очень нужен». Хор поет песню «Людям нужен Бог». Тебе очень нужен Бог. И ты, когда постоянно к Нему приходишь, ты говоришь, «Господи, я в Тебе нуждаюсь». Ты мне очень нужен. Сколько может прожить человек без еды? Некоторые говорят несколько месяцев. Мне кажется, в Америке этот срок будет гораздо меньше. Сколько мы можем прожить без воды? Несколько дней. Сколько мы можем прожить без воздуха? Не нужно экспериментировать, друзья мои. Несколько минут. А дальше эксперимент может закончиться трагически. Библия говорит о том, что мы им и живем, и движемся, и существуем, деяния апостолов, 17 глава. Живем и движемся, существуем им. Он наш хлеб, он наша вода, он наша жизнь, он наше дыхание. Иисус Христос говорил об этом, когда беседу проводил со своими учениками, и Он говорил, «Без Меня, без Меня вы не можете делать ничего. Вы не можете жить без Меня. И мы должны понимать, что Он нам нужен. И когда всякий раз я к Нему прихожу, уже этим, когда я склоняю колени, я говорю, «Господи, Ты мне очень, очень нужен». Два года назад мы приехали в Америку, наша семья, и все началось заново. Мы пошли в школу, где мы стали изучать A, B, T, D. Мы стали учиться говорить заново. И самая первая фраза, которую я выучил на английском языке, почему-то так быстро я ее выучил, эта фраза «I need». «I need». Мне нужно аппликейсинг заполнить. «I need». Пожалуйста, помогите инсуренс на машину оформить. «I need». Назначьте мне appointment. Я нуждаюсь. Я обнаружил, что я так нуждаюсь. Я 50-летний дядька, вроде бы не глупый. И я вдруг обнаружил, что в самых элементарных вопросах я нуждаюсь в помощи. Я беспомощный. И меня, как маленького ребенка, брали за руку и вели на appointment к врачу или в инсуренсную компанию или еще куда-то. Устраивали на работу, потому что я сам не в состоянии, а себе даже трех слов сказать, кто я есть. «I need». Я очень, я очень нуждаюсь. Друзья мои, нужен ли тебе так Бог? В Америке есть праздник, национальный праздник, называется День Независимости или просто американцы говорят 4 июля, да? Ну, если я сейчас на английском скажу, как он называется, этот праздник, вы будете смеяться. А, ну, над моим акцентом, да, понятно. Но, друзья мои, может быть неплохо для Америки быть независимой, но очень плохо для человека быть независимым от Бога. Очень плохо, это плохо заканчивается, когда я считаю, что моя жизнь, то хочу, то и ворочу. Живу сам по себе. Я не папа, ни мамы, ни вообще ничей, я свой собственный. И так когда-то подумал блудный сын, и он ушел от отца. И его жизнь стала сплошным праздником Independent Day, да? Только у него был Independent Life. Независимая жизнь. Как хорошо, как замечательно. Отец не читает уже мораль. Отец уже ничего не говорит, почему ты поздно пришел, почему ты это сделал или не сделал. Как хорошо. Но это очень плохо закончилось, друзья мои. Библия говорит, что вот удаляющие себя от тебя, они гибнут. Они пропадают, они погибают, они задыхаются без воздуха, без Бога. И свою жизнь заканчивает возле свиного корыта. Друг мой, может, хватит праздновать независимую жизнь? Может, уже пора тебе прийти к тому, кто дает дыхание и жизнь? из руки Которого, из руки Которого все, Он, все им, для Него, Он. И поэтому постоянство, всякий раз, когда я прихожу к Нему, всякий раз, когда я склоняю колени, я говорю, Господи, Ты мне очень, 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 очень нужен. Есть следующая причина, почему важно постоянство в молитве. Постоянство говорит о нашей готовности дальше идти с Богом, и чтобы Бог продолжал свою работу в нашей жизни. И очень хорошо, что вчера вышли молодые люди, они заявили о своем решении, друзья, но надо идти дальше, не нужно останавливаться. Пройдет этот праздник, пройдет это событие, и я помню, как я домой летел после покаяния, и мои ноги не касались земли. Как это здорово! Бог простил меня, я теперь Божий сын, слава Богу, но нужно идти дальше. Библия призывает нас, подпишем к завершенству. Библия упрекает некоторых верующих, вы хорошо шли, почему вы остановились? Вы хорошо начали, но продолжения нет. Идите дальше. Друзья мои, вы идете дальше. И всякий раз, когда я склоняюсь в молитве перед Богом, я Ему говорю, Господи, я хочу, чтобы Ты продолжал свою работу надо мной. Я хочу, чтобы Твой Дух продолжал изменять меня. Я хочу, чтобы исполнялась Твоя воля в моем призвании. Какое наше призвание, дорогие друзья? Есть несколько текстов Писания, которые говорят о том, зачем мы здесь, на землече, люди. В книге пророка Исаии, в 43 главе, 7 стих, говорит о том, что мы созданы для славы Божьей. Послание к Ефесинам, 2 глава, нам говорит о том, что во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела. В послании к Коринфянам, в 5 главе мы находим, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, и дальше Павел говорит, ибо на сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Мы созданы для вечности. Но есть еще одна причина. И в послании к Кримлянам мы находим, что Бог, кого предузнал, тому и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Это Его цель. Он хочет нас к этому привести. Он хочет, чтобы мы понимали, это Его цель, и все, что Он делает в нашей жизни, Он хочет достичь этой цели. И один из инструментов достижения этой цели – это молитва. Когда я прихожу в Божье присутствие, я соглашаюсь с Ним, чтобы Он работал с моей жизнью, чтобы Он изменял меня. И пусть иногда это будет болезненный процесс, но пусть Бог это делает. Пусть Бог продолжает свою работу. Когда-то в одном христианском журнале я прочитал историю об одном мальчике-инвалиде, который зарабатывал себе на жизнь тем, что торговал газетами на привокзальной площади. И вот однажды он поставил столик, разложил свой нехитрый товар, и стоял в ожидании покупателей. В это время один человек спешил на поезд. Он так сильно спешил, он так хотел успеть, что он не замечал никаких препятствий на своем пути. И пробегая мимо, он сбил этот столик, перевернул его, громко выругался и побежал дальше. Мальчик, глотая слезы, стал поднимать газеты с земли. В это время следом бежал другой человек, который тоже спешил на поезд, но который совершенно по-другому себя повел. Он остановился возле мальчика, помог ему собрать газеты, полез в карман, достал какую-то денежную купюру, дал ему и побежал дальше. Мальчик был в шоке от такого контрастного поведения этих двух людей, но второй человек сразил его еще больше и вот он вслед второму убегающему человеку крикнул «Дяденька, скажите, вы не Христос?» Я не знаю, откуда он знал, что Христос никогда не пройдет мимо чужой беды и чужой проблемы, но в тот момент ему показалось, что сам Христос опаздывает на поезд и пробегает мимо. И как этот человек не спешил, он остановился, повернулся к мальчику и сказал «Нет, мальчик, я не Христос, но я тот, который хочет быть на него похожий». Друзья мои, у вас такая цель. Вы здесь, друзья? У вас такая цель? Вы того же хотите? Слава Богу! Поэтому поспешим к совершенству. Поэтому пойдем дальше. Поэтому дадим Богу работать над нами. Библия говорит, что есть ступеньки духовного роста. В послании к римлянам в первой главе написано «от веры в веру». Это не из баптистской веры православной, друзья, нет. Речь идет от веры спасающей, к вере освящающей, к вере, которая ведет нас к новым духовным высотам. Вера, которая дальше ведет к познанию Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Псалом 83-й говорит «от силы в силу». Нужно укрепляться, духовно укрепляться. «Укрепляйтесь Господом», говорит Писание «могуществом силы Его». Библия говорит «от славы в славу». Во втором послании Коринфянам 3,18. Мы же, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. От славы в славу. Давайте идти дальше, друзья мои. Конечно, я не хочу сказать, что этот процесс очень быстрый. Друзья, я не верю в быстрые рецепты. Похудеть за три недели или как быстро разбогатеть 10 шагов к первому миллиону или английский за три недели. Да, расскажите мне об этом два года пытаюсь взять, а он выскальзывает из рук как песок этот английский. Расскажите мне за три недели. Друзья мои, но если есть постоянство в молитве, будет результат. Будет результат. Не забуду историю. Руководитель нашего молитвенного служения в Украине рассказал пример две бочки. поставили две бочки. 200 литров одна бочка, 200 литров другая бочка. Из одной бочки открыли кран на полную, вода вылилась за считанные минуты на камень, который стоял под краном. Камень был мокрый, вокруг была лужа, и это весь результат. Под второй бочкой, под краном, тоже положили гранитный камень, но краник открыли на чуть-чуть, немного, чтобы водичка только капала. Капля за каплей. Кап, кап, кап. Что вы думаете, было ли видно на этом гранитном камне результат после того, как все 200 литров воды вышли из этой бочки? Как вы думаете, был результат? Друзья мои, может быть незначительный, но он был. Богу иногда бывает трудно с нами, но он это делает, но давайте ему помогать. И поэтому Библия зовет нас, будьте постоянны. Это всегда. Люди Библии, они нуждались в Боге, они искали Бога. Написано в Библии, что ходил енох пред Богом и не стало его. Одна легенда рассказывает о том, что енох ему так нравилось проводить время с Богом, что однажды он пошел и так засиделся у Бога в гостях, что Господь ему сказал, енох, нам так хорошо вместе, оставайся у меня. Как мы говорим друзьям, которые засиделись у нас дома допоздна, оставайся у меня за ночью. Бог был нужен Давиду. Давид говорит, всегда я видел пред Собою Господа, а тогда, когда он терял его из виду, он плакал и сокрушался, он не находил покоя, и он снова искал лица Господнего. Друзья, будьте постоянны в молитве. Почему еще важно постоянство? Постоянство помогает нам заточить наши топоры. Ну, я сейчас объясню, почему я говорю об этом. Хотя в Библии, в книге Экклесиаста написано, что очень тяжело работать тупым топором, очень тяжело. И мудрый Соломон говорит, мудрость может это дело поправить. Ну, особой мудрости не нужно, чтобы понимать, что топор нужно заточить, и тогда легче им работать. Но почему-то в жизни людей очень часто этим простым правилом люди пренебрегают. Есть история о двух лесорубах. Один лесоруб из Канады, а один лесоруб из Норвегии. Из уважения к гостям из Канады я немножко переначал эту историю. Ну, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Было соревнование, кто за определенное время срубит больше деревьев. И вот в 8 часов утра эти два лесоруба приступили к делу. Их топоры дружно застучали. Пошла работа. Без 10 9 топор канадца замолчал. Норвежец, обрадовавшись, что пауза в работе соперника, он еще сильнее начал работать топором. Через 10 минут снова раздался стук топора канадского дровосека. Без 10 10 снова звук топора канадского дровосека замолчал. Норвежец снова сусиленно еще думает, это для меня санкс, это возможность, он отдыхает, я еще больше. Но когда был объявлен результат, то выяснилось, что канадский дровосек выиграл. Почему? Норвежский очень удивился и с измущением сказал, ты так часто отдыхал. Наши топоры вместе работали, как это так случилось? Настолько нац дровосек сказал, я останавливался, чтобы заточить топор. Друзья мои, а вы это делаете? Богу очень трудно тупыми топорами что-то делать, но когда мы в молитве приходим к нему, он затачивает нас. Один проповедник, один служитель церкви, уважаемый, он говорил, его спрашивают, как вы успеваете? У вас масса людей, у вас столько вопросов, столько... Он говорит, вот именно, именно потому, что у меня столько дел, именно потому, что у меня столько встреч с людьми, и столько всяких ситуаций, я не могу себе позволить такой роскоши, не провести три часа в молитве пред Богом. Три часа в молитве, друзья мои, он день имел ввиду. Друзья, возможно, нам еще далеко до такого состояния, но постоянство, постоянство приносит результат. Нам не только нужно заточить топоры, нам нужно зарядить батарейки. Я обнаружил, как страшно, как страшно в Америке, если ты не знаешь английского языка, если ты не знаешь дороги, куда-то ехать, как страшно, когда разрядится мобильный телефон. Это катастрофа. И я стал следить. Я сел в машину в зарядку, я зашел домой в зарядку, это стало моей привычкой, чтобы телефон был постоянно заряжен. А вдруг это случится. Я беспомощный, я в дзунглях. I am need. И все, что я могу сказать. Не только нужно заряжать батареи, нужно подкладывать дрова в костер, друзья мои, чтоб он горел. Нужно подкладывать, нужно подъезжать к заправке, чтобы заправлять свой автомобиль, нужно никуда не деться. Хорошо полюбить так, чтобы любовь на всю жизнь не заканчивалась. Но почему-то прекрасные, единственные, уникальные невесты в день свадьбы, ты моя самая-самая-самая, потом почему-то превращается в ужаснейших, невыносимых зон. И мужья потом не спешат домой после рабочего дня, находят какие-то причины задержаться на работе. И куда делась эта любовь? Куда она ушла? Потому что, друзья мои, люди пренебрегают простым законом. Нужно заправлять, нужно заряжать, нужно подкладывать. И мы нуждаемся в силе. Если мы говорим о молитве сегодня, то нам нужна сила. И поэтому давайте идти к Богу. Давайте приходить к Нему. И давайте выражать нашу зависимость. I am dependent. You are very, very dependent. I need. Very, very need. можно улыбаться, друзья, но пусть это станет смыслом нашей жизни. И в заключении хочу предложить вам, когда вы приехали в Америку, мы тоже выучили еще одну фразу очень быстро все «How are you?» Первое время меня этот вопрос повергал в ступор. Я почему-то думал, что люди действительно спрашивают меня, как мои дела, и почему я терялся. Я не знал, о каких делах люди спрашивают. Это моя работа, моя семья, церковь, служение, моя внутренняя жизнь. Как дела? Я не знаю, о чем люди спрашивают. Ну, я потом понял, что это просто формальность. И достаточно сказать good или bonderful или просто окей, то я предлагаю вам один вариант для того, чтобы приветствовать друг друга. И можете начать с Конгресса. Уже прямо сейчас, когда закончится. Ну, например, завтрашнего утра. Сегодня уже вечером не нужно, а завтра с утра. Когда-то я прочитал об одном монастыре, где монахи при встрече друг с другом не говорили как дела, привет, здравствуй. А у них был такой вопрос, как молитва? Как молитва, брат? Если вопрос звучал хорошо, ответ звучал хорошо, то значит, о другом ни о чем спрашивать не нужно. Если молитва good, если молитва хорошо, то и все остальное хорошо. How is right? Я предлагаю вам это приветствие. Молодежь, how is right? Good? Я надеюсь. И Библия говорит нам, будьте постоянны молитвы. Аминь. Аминь.